Мне в инстаграм приходили комментарии, Россия вас создала, Россия, вы заработали денег. Я содержала филармонии, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Я уже не говорю про Аллу, потому что я получала 17 рублей, собирая стадион 45 тысяч. Вот просто если кому-то нечего делать, посчитайте, сколько денег я принесла государству. Я продавала, вернее фирма «Мелодия» продавала мою пластинку, которая вышла, я об этом не знала, это мне сказали американцы, когда я подписала контракт с Америкой, в 20 миллионов экземпляров. Я получила 137 рублей. Вообще за весь тираж? Я не пошла получать. Она продавалась за 2-3 рубля. Вот посчитайте, кто кого содержал, кто кому платил. Я отработала и еще содержала Советский Союз. А Алла содержала всю эту Россию, которая сейчас что-то ей предъявляет. Мы столько денег заработали для тогда Советского Союза, что даже стыдно говорить. И наша популярность, ну я сейчас про себя. Алла вообще шляпа долой. Она и как человек, и как музыкант, и она на первом месте. Я поделюсь с вами своей историей. Я сегодня звонила своему музыканту. Он находится в Киеве. Это было темное помещение, бомбубежище. С ним были дети. И я предложила ему всяческую помощь. Я сказала, скажи мне, что мне для тебя сделать. Я все сделаю. И он мне ответил. Лайма, вы просто улыбнитесь, чтобы это осталось в моей памяти. Нет войне. Нет смертям. Остановитесь, я вас умоляю. Сердечки. Ну ты девочка, тебе можно сердечки. Я девочка. 60, ну как это, 60 плюс? 60 плюс, да. А у нас уже 70 минут, как рассматривают. Нормально. Ты что слышишь? Я слышу. Что ты слышишь? Цель. Да. Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались. Представляешь? Песня какая-то, что ли? Да нет, ты что? Это нам, что все мы сегодня собрались. Она это зарыкала просто. Да, да, ты не понимаешь. Чуваки. Привет всем, кто нас смотрит. Хайк, ты снимаешь. Хайк. Хайк. Мы имели супер вечер. Да. У гостя? У сказки. У сказки. У нашей сказки. Мы все друганы. Мне сегодня Ваня орган спросил, ну а как у вас между собой все? Я говорю, просто супер компания. Хотя они бы хотели, чтобы мы все приедем. Да, конечно. Но не выйдет. И вот этот вечер такой же классный. А он с Надеждой, да, спрашивал? С Надеждой спрашивал. Нет, он так... А как вы между собой вот это... Нет, вы же желаете. Ну что, бы тебе кислород не перекрывало? Не мешало твоей творческой жизни? Да, вы знаете. Вот это можно охренеть. Что? Я не поняла. Вот как можно перекрыть, когда там нечего перекрывать? Вот я не понимаю. Вот если ты хочешь что-то сказать, закрой мне, это невозможно. А если сказать третьего? Да. Тогда говоришь, что тебе перекрывают. В общем, вам всем привет. Да. От нашей шестерки. Можно я скажу? Можно, а то я всегда болтаю. Уважаемый, мы сейчас с кому обращаемся? Ты снимаешься с тобой? К зрителю. К зрителю. Конечно. Ты в Инстаграм же это хочешь? Уважаемые подписчики, вот смотрите. Мы такие же, как и вы. До того, как включилась камера, мы веселились, выпивали, разговаривали, смеялись, рассказывали анекдоты, иногда матерные. Но потом Лайма подумала, ну, надо же все-таки, чтобы что-то осталось в истории. По-приличнее. По-приличнее. И вот мы сели. Интеллигентно. В хорошем таком актерском зажиме. Да. И сидим, значит. Ну, Лайма вот ободряющую беседу ведет. Ну, за что зацепилась, да, как бы. Как бы вот естественно. Я спряталась за кресло, чтобы не показать, что я в мини. Опять же, понимаете? Ну, я в Максе, поэтому я не принес. Ну, а мы специально договорились с Олегом одинаковых цветах. Я гитару принес. Поэтому, если вам кажется, что мы неестественные, что мы в действительности тут собрались просто потому, То это все я. Не. То это просто потому, что мы не так любим сниматься, но вас очень… Да и ты не любишь. Как ты. Мы вас очень любим. Мы вас очень любим. Мы хотели вам что-то, так сказать, показать, что вот мы вместе собрались. Да. Ну, не подумайте, что мы так идиотски собираемся, сидя вот на пяти стульях. Да. У нас шестеро. Одна женщина стоит в мини. Вот. Другая, кстати, элегантная нас снимает. Маруся Газманова. Вот. Поэтому, короче говоря, мы нормальные. Да. И всем привет. Да. Голос дети. Да. Лиза, Гаря, ушли спать. Да. Голос 60 плюс. Ушли спать. Сейчас уйдут. Голос 70 минус. Голос 70 плюс. Голос 70 плюс. Рано не теряйте голос сразу. Да. Ого. Это серьезная нота. Все. Мы хотели вам показать, но не показали. Да. Голос разума уже потери. Целуем вас всех. Пока. А вот, мне кажется, по жизни-то Том Джонса, да? Не слушаем. Нет? Так вот Сличенко-то я как раз знал, потому что бабушка была огромной поклонницей, и я пою цыганские песни. А бабушка, я просто напомню всем, что бабушка в твоей жизни – это определяющий первый продюсер, можно сказать. Первый продюсер, да. Первый митчмейкер, первые вокальные уроки. То есть не просто так, да. И он был любимым ее исполнителем. И мне это было близко, и мне было так радостно, что мне это выпало в память о бабушке. Не более, песня называлась «Письмо матери». Вот. А бабушка мне была как мамой. Вот. А вот Том Джонс для меня это вообще было что-то такое ноу-хау. Я… Да, не твоя история. Не моя история. Ну, мне вроде бы удалось. Не знаю, посмотрим после эфира. А вот есть прям такие исполнители, которых хотелось бы сделать? Конечно. Чтобы тебе достался бы, ты вот с удовольствием прям бы… Конечно. Хочется многих сделать. За пример. Ай, сейчас скажу, а потом мне скажу, зачем тут… Хочется… Нет, ну почему? Корректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. Правда 24 и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19.30 на телеканале Москва 24.